Привет, ребята! Через пару дней начнется лето, наконец-то! Всем хочу пожелать хорошего теплого лета, чтобы вы побольше путешествий не сидели дома. Но всем известно, что карантин продолжается. В начале этого карантина я снимал видео, как это происходило в Литве и как все это начиналось. Сейчас хочу рассказать, чем это все-таки заканчивается и как все это протекало. Карантин в Литве, напомню, начал с 16 марта. До сих пор он существует. Буквально недавно его продлили до 16 июня. Еще не факт, что это будет конец и это будет финиш карантина. Возможно, его продлят до конца июня. Как я понимаю, Литва просто старается быть в балансе с остальными европейскими странами. Потому что уже Германия в июне отменяет, Испания, Италия уже. Ну и как бы все, чтобы это было совместно. Что могу рассказать, как протекал здесь карантин? Ну, во-первых, здесь не было никакого жесткого запрета, чтобы нельзя было людям выходить из домов и находиться на улице. Даже в самые трудные времена можно было гулять не больше трех человек. Обязательно в маске, конечно. Если это семья, то количество людей было неограничено. Единственное, на Пасху закрывали города. Когда была католическая Пасха, въезд и выезд из городов был закрыт. По-моему, там сутки действовало, все прошло. На машинах тоже всегда можно было ездить. Никаких пропусков, никаких запретов не существовало. Первое время, по-моему, даже не обязательно было ношение масок. Все это было добровольно. Но по истечению, не помню уже с какого числа, по истечению где-то двух недель после начала карантина, уже маски были обязательны, чтобы зайти в магазин. И через месяц уже, по-моему, обязывали всех, чтобы маски носили всегда. Вот вышел в общественное место и носить маски. Сейчас уже идет третья степень послабления. Практически все, все можно. Вот тут на днях и в баню даже, в бассейн можно без масок. 16 мая возобновилось сообщение. Можно теперь ездить. Ездить можно было и раньше, но не нужно уже находиться в карантине 40 дней. Это действует среди трех стран Балтии. Это Латвия, Литва и Эстония. Сразу, кстати, ощутилось, что латыши начали сюда ехать. Я сам ездил, сразу поехал на следующий день в Балушку, в Латвию по делам. Меня, кстати, остановили, проверили документы, померили температуру и сказали Герой Динос и Висагяра. Сейчас все кафе работают, рестораны работают. Их работа началась тоже плавно, осторожно. Сначала кафе были открыты, но можно находиться было вокруг кафе, то есть на улице. Потом через недельку где-то уже разрешили находиться и в самом кафе, сидеть за столами. Там не больше трех. Но все, все, уже идет такое послабление. В принципе, кроме ношения масок, наверное, в данный момент визуально не ощущается, что карантин. Как люди его пережили? Я, конечно, не могу сказать за всех. Лично я, слава богу, чуть-чуть хорошо. Но знаю, что все, в принципе, были на удаленке. Мало кто, мало кто лишился работы. Если лишались, то были какие-то временные сокращения. Знаю, что государство помогало предприятиям, чтобы те предприятия могли выплачивать зарплату своим работникам. Я думаю, премия тут уже никому не светила, лишь бы оплачивали оклад. Бизнес тоже поддерживается. Насколько я знаю, самозанятым людям выдавали по 260 евро в месяц. Это делалось, по-моему, без заявлений. Сразу выплачивалось им там на карту. Вот буквально недавно выяснилось, что компенсируют выплатами за детей. За каждого ребенка, по-моему, по 150 евро. Если ребенок находится на инвалидности или малоимущей семье, то по 200 евро за ребенка. Также единовременную выплату обещали пенсионерам произвести. Да, кстати, все выплаты производятся. По-моему, по умолчанию не нужно никуда идти, что-то писать. Как это делается, я не знаю. Но, по крайней мере, так объявили. Все эти выплаты должны быть, по-моему, в летом уже окончательно выплачены всем, кто имеет на это право. По поводу иностранцев. Лично у меня во время карантина закончилась виза рабочая. Я связался с миграцией, написал им на электронную почту письмо, описал свою ситуацию. Они мне дали ответ, что никаких санкций по отношению к меня применяться не будут. Единственное условие, что я должен был записать, заполнить анкету, отправить о себе, где я нахожусь в данный момент. И еще из важных условий, что когда закончится карантин, я должен уже буду покинуть страну. Вот так вот мы переживали. То есть, Литва так пережила карантин. Опять же, это лично мое видение и ощущение. Если кто хочет добавить в комментариях, мы, конечно, с удовольствием почитаем. Особенно интересно мнение и опыт тех людей, которые непосредственно с этим столкнулись. С какими-то выплатами или столкнулся с какими-то увольнениями. Как это все решалось. Спасибо, ребята, за внимание. Буду ждать ваших комментариев и лайков. Пока.